Когда на всю страну гремел ласковый май и мираж, они нашли своего слушателя. Один из первых бойсбендов республики смог совместить в начале 90-х качественный звук и родную речь. На днях известная группа Айфара отметит 20-летие. Ребята приготовили сюрпризы сами. Чего ждать поклонникам, расскажет Валерий Чернышев. Хулиганы из казанского дворика, но вечные романтики с гитарами, посвящающие свои песни самым обаятельным девушкам. Это в клипах парням из Айфары вечно приходится бороться за счастье на деле два десятилетия зрительской любви. Пока российские девчонки сходили с ума по ласковому маю, в татарстанской глубинке затирали кассеты с песнями нашего бойсбенда. И свое первое выступление уже далеко не мальчики помнят до сих пор. Деревня Мульма называется, Высокогорский район. Вот самый первый концерт там. Тогда мы строго только лично свой репертер пели. Ну естественно там полный зал уж, там это же дикоинов, те времена там уж. То есть музыка нормальная, а поется просто на татарском. За эти годы состав группы менялся несколько раз. Нынешний руководитель, он же солист, пришел в коллектив в 94-м, тогда еще в качестве гитариста. Они не придумывали кардинально нового, просто пели на татарском, равняясь на российскую и зарубежную эстраду. Вот и на юбилейный концерт пригласили кумиров группы Джой и Мираж. Тогда слушали вот именно вот эти группы и я, ну не похожий, вот именно вот в таком стиле Айфара начинал работать. Появилась такая возможность, мы начали охоту за ними через Москву, нашли, вышли на них и решили пригласить на 20-летие. Подарок зрителю, который все эти годы рос, вместе с Айфарой парни приготовили несколько новых песен. Кстати, праздновать юбилей будут во Дворце спорта в эту пятницу. Валерий Чернышов, Адальмин Дубаев, Вести, Торстан.